Двоечки. Вторая линия. Это как раз таки вот, помните, я вам рассказывала с метафоры дома. Это пространство первого этажа. Такие открытые окна, всем снаружи видно, что в вашем доме занавески такие приоткрытые тоже. Все, в общем, заглядывают. Вообще, как ни странно, ни странно эти открытые окна. Несмотря на то, что это первый этаж, вроде как заходи любой, стучись в дверь, я вам открою, а нет. Двоечка это отшельник. Ключевые слова естественный дар, проекция и демократ. Дальше я раскрою эти ключевые слова. Но не пугайтесь, слово отшельник, когда я первый раз узнала, это мой профиль. Сегодня я буду говорить вам именно об этом профиле. На собственном примере я буду вам рассказывать, что это значит, быть двоечкой, проживая ее, и как это вообще я проживаю. Поэтому сегодня буду опять, как про генератора манифестирующего я вам много рассказывала о своей собственной жизни, так и о двоечке. Много буду говорить о себе сейчас. Так вот, двоечка у меня в сознании находится, я это прекрасно себе понимаю. Но когда я в самом первый раз узнала, что я отшельник, как-то так неприятно мне стало. Думаю, как это так, отшельник. То есть, тем более я, ну, в принципе, подразумевала о себе это, как-то не совсем это приятно было узнать. Но не переживайте, ну, как бы, то есть, заранее я вам сейчас расскажу, что это значит, и вы поймете, что не всегда так плохо. Итак, вторая линия напоминает такое зерно, которое годами ждет, когда придет время посева, за тем, чтобы пробудиться, вырасти и дать уникальный плод. Так вот, пока первая линия, то есть первая линия, фундамент, исследует, как построить надежное основание, невинные вторые линии, они совершенно вообще не знают, откуда у них взялись их внутренние дары, естественные дары. Вторая линия, она замечательна вообще тем, что другие люди, как, ну, за тавтологию, да, получается тавтология, она замечательна тем, что другие люди замечают в двоечках их дары, природные таланты, то есть видят в них гения в двоечках, и, ну, я бы сказала так, вызывают их к тому, чтобы они использовали эти дары, ну, каким-то там, каким-то определенным образом. Ну, например, когда я была маленькая, мои учителя постоянно заставляли меня, я бы сказала так, участвовать на разных конференциях, писать рефераты, выступать с разными докладами, то есть постоянно вот выступать себя на публике, что-то рассказывать, и я как-то всегда даже не понимала, у меня был такой даже случай, но я даже не понимала, почему так, почему именно там вот там Светлана должна там выступить, там и так, да, там берет журнал на ближайшие конференции, там, да, там докладчиком будет, да, там, и все там сидят такие, а, нет, не только не я, и всегда была я, то есть почему так происходило, то есть есть учителя, которые видят, ну, такие, я бы сказала, прирожденные учителя, которые видят в учениках некоторые таланты, и в двоечках она обладает определенным талантом, а у меня есть талант говорить, у меня есть талант обучать, и с детства я об этом, по сути, и не знала, дальше я об этом поговорю, раскрою опять же этот момент, то, что мы не знаем о себе этого, однако учителя это видят и просят. У меня был такой даже случай, когда я вам рассказывала, что я была очень болезненным ребенком в детстве, и очень часто болела ангинами, притом мои ангины, они просто меня настолько вообще, я бы сказала, так срубали с ног, то есть у меня там либо это была гнойная ангина страшнейшая, что там я глотала со слезами, либо это были такие моменты, когда полностью пропадал голос, я была просто осипшая. Сейчас я полностью решила эту проблему, благодаря правильному употреблению воды, я рассказываю об этом в своем видеокурсе о воде. Так вот, ну, раньше эта проблема существовала, и вот во время одного из доклада, то есть такого момента, когда я должна была выступить с докладом, причем я готовила тему, как сейчас помню, именно про ГМО, продукты питания, ГМО, то есть была такая очень большая конференция школьная, и я подошла в этот день, когда у меня был осипший голос к своей преподавательнице, к своему учителю, и сказала, что вот такая ситуация, мол, не могу говорить, на что я ожидала, что учительница скажет, ну, ладно, я там тебя заменю, и это было бы правильно, потому что, ну, кому интересно слушать человека, который осипшим голосом вот так вот говорит, но при этом она была настолько уверена во мне, в моих талантах, опять же, что она меня уверила, что нет, никто лучше меня с этой задачей не справится, и вы не поверите, я все равно выступала вот таким вот голосом. При этом было интересно, но это придало даже некую интригу, меня все слушали еще более внимательно, потому что человек, который говорит тише, его, ну, как бы лучше слушают, прислушиваются, стараются услышать. Доклад был очень интересный, и я справилась с этой ролью, как всегда, на пятерку. Но об этом я не могла догадаться изначально сама, я не могла понять вообще, откуда это, почему это, почему учителя так уверены в том, что именно я должна быть, вот такую роль играть. Это касается двоечек, и дальше я вам тоже раскрою, в связи с чем это связано. То есть, ну, это связано, во-первых, с тем, что вот эти вот дары замечают другие люди. Однако двоечки, при всем при этом, это отшельники. Это люди, которые хотят лишь только одного, чтобы их оставили в покое. И они занимались бы своими любимыми делами, и шли своим путем, чтобы никто вообще в них не влезал. Вот, то есть, в то время, как, опять же, первые линии, да, для своих исследований, наоборот, нуждаются в других людях и привлекают их, то вторые линии, они такие очень самодостаточные, и могут чувствовать себя неуютно, когда другие входят в их, там, вот, ауру, и что-то от них ожидают. Вот, наверное, люди, которые меня сейчас знают, скорее всего, могут сказать, эй-эй-эй, Светлана, давайте в этом моменте поподробнее, это точно не про тебя. Зная тебя, нет, ты совсем другой человек. Многие люди, наверное, да, которые меня лично знают, они сейчас недоумевают. Я отшельник, да я человек, который постоянно, наверное, самый активный во всем коллективе. И если есть какая-то, там, не знаю, вечеринка, то на этой вечеринке есть, там, присутствую я, соответственно, то я нахожусь в центре внимания. Если, опять же, это какая-то, там, взять ту же школу, то именно я являюсь тем человеком, который больше всего систематически нарушал дисциплину, и который чаще всего был в кабинете у директора, и это ребенок, у которого чаще всего родители вызывают в школу. Это самая активная, самая бурная, самая болтливая, там, самая общительная девочка в классе. Однако, когда мы говорим про отшельника, первое впечатление, это такой человек, который должен где-то сидеть там, с краешку, которого не слышно и не видно. Ну нет, друзья, я сейчас вам объясню, что такой, на самом деле, отшельник для двоечки. Это не тот человек, который сидит в углу, и который его не трогает. Это тот человек, который... который любит дозированно выходить в социум, в общество. На самом деле, даже моя собственная родная мама до определенного времени не знала про меня такое, что ты отшельник? Это смешно, говорила она, когда я первый раз ей раскрывала основы дизайна. Но об этом знала лишь только я, искренне, потому что это то, что даром двоечки заключается... Вот отшельничество двоечки заключается в том, чтобы уметь... Помните, я вам сказала, если смотреть на триграмму первую, она... Вот первые три линии отвечают за безопасность. Так вот, безопасность двоечки заключается, отшельничество в том, чтобы скрывать в себе свои таланты и скрывать в себе то, что другие о них не знают. Следовательно, когда двоечка скрывает в себе что-то, она таким образом защищает себя. И об этом, о том, что я отшельник, на самом деле знала только я и знал мой супруг. Когда мы только познакомились, изначально он увидел, какая я активная, какая я общительная. И с удовольствием начал как-то меня вот, ну, так скажем, использовать в этом ракурсе. Ну, давай, раз ты общительная, значит, мы можем с тобой ходить, общаться, очень много там гулять, не спать ночами, где-то тусить. Однако со временем я начала ему раскрываться перед ним. И самое даже вот начало путешествия, ну, что касается путешествий, он так говорил, я хочу много путешествовать, я хочу там то, то. А я с тобой говорю, а я не хочу, а я не то. То есть мы гуляем с ним там, например, там с компанией друзей. Я погуляла маленько, я пообщалась, я выложилась, да, вот на этой вечеринке полностью. И дальше в момент, когда я закрываюсь, мне нужно побыть одной, мне нужно, чтобы в мою ауру никто не вторгался, и мне нужно спрятаться в мой собственный домик. И он уже, когда узнал меня такую, он уже отстал когда от меня, и вот уже прошло 5 лет официального брака, и уже сейчас я ему говорю о том, что, а я бы тоже не прочь попутешествовать. На что он такими глазами на меня смотрит? Ты, ты же всегда мне говорила, что не хочешь не путешествовать, не выходить из зоны своего там жилища, ты же всегда вот преемствуешь именно такому затворническому образу жизни. На что я теперь уже понимаю, что я как двоечка, которая очень сильно, да, была своей безопасностью озабочена. Теперь я уже расслабилась в отношении к своим супругам. Я поняла, что он на меня не давит, он от меня ничего не ждет, он не пытается меня сломать в этом, да, и когда я ему сказала, что я не могу много, да, там общаться с друзьями, то он как бы от меня отстал, ну, не хочешь не общайся, не хочешь путешествовать, не будем путешествовать. Когда я почувствовала себя в безопасности вместе с ним, что он меня наоборот защищает как раз таки, я уже сейчас открываюсь, и уже говорю ему, ну, теперь я готова к путешествиям, ну, теперь я готова уже к тому, чтобы куда-то выходить. То есть, понимаете, отшельничество двоечки заключается именно в том, чтобы вскрыть в себе то, что другие о нас не знают, в том числе и таланты, которые у нас есть. Мы, вообще любые двоечки, не хотят и даже не знают вообще в принципе, как объяснить то, как они это делают. Многие люди, например, я еще один пример приведу, когда я начала заниматься йогой и растяжкой, как-то так получилось, что ко мне вот в один момент стало подходить очень много людей, девочек после тренировки, которые стали делать мне комплименты. И я, соответственно, как двоечка начала от этого прянаться сразу, и я не понимала вообще, откуда эти комплименты берутся. Они мне говорили, как я хорошо выгляжу, они говорили мне о том, какой у меня хороший шпагат, какой у меня хорошая растяжка, как долго я занимаюсь, а я занимаюсь две недели. Что я могу им ответить? Я не знаю, откуда у меня это. То есть я просто занимаюсь очень усердно, и все на этом. То есть я не могу им объяснить. И для меня было удивлением то, что люди стали меня спрашивать совета. А как ты это делаешь? Вот для двоечек это очень проблематично, и часто двоечки не хотят даже этим делиться. Я помню такой случай, когда я сижу, и ко мне подходят две девочки, начинают говорить, восхищаться. А я сижу, тяну шпагат, уже тренировка закончилась, и рядом оказался тренер. Подходят эти две девочки и говорят, как вы это делаете? Как вы такого добились? А я сижу такая растерянная на этом шпагате, смотрю на них, не понимаю вообще, откуда у них смелости столько ко мне подойти, и как так. Да я как-то и не хочу с ними общаться, потому что как-то у меня не до этого, сейчас данный момент, я не расположена к этому. То есть я нахожусь в своей позиции закрытости, в своем защищенности, в своем коконе. И тренер, увидев мою неловкость, за меня им отвечает. Я вижу, как она занимается, и это результат усердных тренировок. Она себя не щадит. Она за меня, то есть опять же, видите, двоечка, в чем проявляется, что другой человек, он со стороны видит талант двоечки, он видит, как двоечка усердно работает на каким-то моментах, и, соответственно, он это видит. А двоечка в себе это не видит, а я и не знаю, откуда это. А тренер со стороны это увидела и рассказала об этом тем, кто заинтересовался, тем любопытным людям вокруг, которые заглянули в первый этаж, вот в эти открытые окна. Двоечка, она, по сути, открытое окно, но она не очень-то хочет быть этим открытым окном, но она открыта. Так вот, вот что касается того, что двоечки, они являются демократами, то есть демократы в том плане, что очень демократично себя ведут, потому что они не хотят быть потревоженными и вкладываться во что-то вообще чужое, вкладывать свою энергию. Вот, например, взять моего мужа, любую просьбу, он очень отзывчивый человек, и любой человек вообще, который бы его что-то не попросил, он легко так, прям, ну, какой-то легкий такой на подъем, я бы сказала, он легко отзывается на эту просьбу, на этот вызов, и может с удовольствием помочь кому-то, ну, элементарно там стакан подать. Что касается меня, например, той же двоечки, да, то есть двоечка, она как бы не понимает, а почему я должна тратить свою энергию на что-то чужое. То есть я не могу сказать, что я отзывчивый человек, и когда меня что-то просят, для меня это действительно очень большой такой момент перелома, когда мне нужно действительно, я начинаю оценивать первый мой момент на любую просьбу со стороны другого человека, чужого, оценить, насколько мне будет рентабельно вложить свою энергию вот в выполнение этой просьбы. И это для двоечки, поэтому мы очень демократично себя ведем в этом плане, для того, чтобы именно вот не быть потревоженными, то есть лучше я, чтобы меня не тревожили, тогда я не буду расхватывать, тогда не будет лишних просьб, я стараюсь быть невидимкой по жизни, вот именно касаемо законов именно вот этой энергии. То есть, ну, при этом, да, я очень открыта, общительна и болтлива, и привлекаю к себе внимание. То есть, это вот свойство всем двоечкам. Природный талант, говоря вообще про аналогию, да, вот с домом, они, двоечки, то есть, находятся на ярко освещенном первом этаже, да, то есть вот здесь. Представьте себе, такая сцена, которая освещена какими-нибудь, у меня, софитами, то есть вы так стоите, да, вот, причем стоите возле окна обязательно, вот, в это окно с удовольствием заглядывают все другие люди, вы, при этом, никого ничего не видите, да, как я, например, сижу, там шпагат тяну, тяну, никого ничего не вижу. Я реально сижу и сосредоточу только на своем деле, возле этого открытого окна. Ну, а все другие люди, которые проходят мимо этого окна, они, собственно, заглядывают и видят мои таланты. То есть это талант, именно такой природный дар двоечки. Задача же всех тех людей, которые заглядывают в окно, да, вот это открытое окно таланта двоечки, заключается именно в том, чтобы увидеть в двоечке истинный талант. Почему это важно? Потому что, да, почему одним из ключевых слов, говоря о двоечках, является слово проекция. Дело в том, что мы, двоечки, видим свои таланты в проекции других людей. То есть, смотрите, какая интересная вещь. Мы изначально двоечки, так как мы созданы в первые триграммы, то есть мы обеспокоены безопасностью. То есть, если однерочка, например, она отвечает за безопасность исследовательскую, например, то есть однерочки говорят, там минное поле. Однерочка говорит, там минное поле, пойду исследую, пойду проверю. И он идет и проверяет, а реально ли там минное поле для того, чтобы понять, да, то есть не грозить ли опасность, да, всему человечеству, потому что там минное поле. То двоечка, безопасность двоечки заключается в том, что она оберегает свои таланты. Почему она оберегает? Потому что, так как двоечка видит талант через проекцию других людей, она очень боится этих искажений. Она боится того, что человек, который заглянул в вот это окно, увидел, что это не то, не тот талант. И начал ее как бы обуславливать этим талантом, который в реальности не является ее талантом. То есть не является не то, что ее талантом, он может быть и ее талант, но не является ее, как это сказать, путем по жизни, да, вот ее предназначением, как я в свое время, например, да. То есть вот сейчас я вам тоже приведу пример. С самого детства, я вам уже рассказываю, папа был такой очень жесткий человек, был, есть, такой очень жесткий человек, такой проектор, который проживает свое ложное я, такой озлобленный. И он, когда я начинала кого-то учить с детства, у меня это проявлялось вот с самого-самого вот маленького. Если у моей мамы любимая игра была доктор, то моя любимая игра была в школу. Я всегда играла, очень любила. У меня была доска, я помню, что я воровала в школе мел. Никто этого не знает, теперь знаете об этом вы, даже моя мама об этом не знает. То есть я потихоньку украла, могла украсть мелок для того, чтобы у меня, знаете, такие были эссеровские шифонеры, и у эссеровского шифонера было, в общем, зеркало, и зеркало было оторвано. И у меня в комнате встал такой старый шифонер. И вот на месте оторванного зеркала мел очень хорошо писал, потому что там такая была матовая поверхность. И вот я воровала в школе этот мел для того, чтобы писать что-то на доске. При этом я рассаживала кукол разных там игрушек, и им рассказывала что-то. Я это делала всегда, только тогда, когда не было родителей дома. Я очень боялась, что это заметит кто-то. Я закрывалась в свою дверь в комнату, потихоньку играла. То есть даже там есть мама на кухне была, что никто это не видел. Никто не видел, что я говорю, я же сама с собой разговаривала, по сути, да, то есть это же как шизофрения уже, свой ребенок рассказывает там, пусть эта игра, но как-то я очень этого боялась, стеснялась. Так вот, мой отец, когда я это проявляла в жизни и начинала кого-то поучать, обучать, что-то рассказывать кому-то, он все время говорил, ну, ты училка. И он так говорил с соответствующим тоном, и я очень как-то вот на подкорке у меня отложила, что это что-то плохое. То есть я училка, это плохо. И в дальнейшем, несмотря на то, что я попала в педагогический институт, опять же, волей судьбы, я потом даже от этого пыталась отрешиться, и пошла уже там второе высшее получать, лишь бы только не быть училкой. То есть я всегда закрывалась, потому что для меня, несмотря на то, что это была проекция, это я, и это не только мой отец говорил. То есть были другие люди, которые говорили, что я постоянно, потом мой муж появился в моей жизни, и когда у нас был уже собственный бизнес, он уже видел, что я постоянно обучаю, и он уже говорил, слушай, ну ты вот этих сотрудников наших обучай, их наставляй, и ко мне не лезь. То есть как бы даже вот это, это видели люди другие во мне, в двоечке это видят другие люди, но двоечка, по сути, сама это не может увидеть. Но почему двоечка у меня находится в сознании, если она находится у вас в сознании? Вам необходимо тоже это понимать. Сознание, то есть она находится, например, профиль 24, да? То есть вот он сознание, двоечка вот здесь находится. То есть я это о себе знаю, но я это о себе знаю, я знаю то, что я хорошо учу, и мои учителя меня все время тащили на всякие конференции, доклады там, и там реферат и так далее, для того, чтобы я реализовала свой талант. Но я это знаю, я это знаю, это у меня в сознании, потому что это проекция других людей. То есть другие люди мне об этом сказали. Опять же, там, грубо говоря, да, я хорошо танцую, я это знаю о себе, это мой талант. Почему, откуда я это взяла? Потому что было, ну просто цать людей, которые мне подошли и сказали, ты так хорошо танцуешь, ты где-то училась? Я говорю, нет, я нигде не училась. Откуда тогда у тебя это? Помните, да, вопрос двоечка, откуда у тебя это? А двоечка не знает, откуда у нее это. Я не знаю, откуда я хорошо танцую. Я никогда в жизни не обучалась танцем, но я хорошо танцую. Но я это про себя знаю, потому что это проекция других людей по отношению к моему таланту, который у меня есть. Я умею говорить, я умею преподнести информацию, я люблю обучать. Но об этом говорят мне другие люди. И это абсолютно для всех двоечек важно. Слушайте двоечки, то, что вам говорят другие люди. Ваш талант является проекцией других людей. Но очень важный момент понимать, что люди, которые вот эти вот проекции вам дают, это могут быть люди, которые, грубо говоря, корректны для вашей жизни и дают вам корректный вызов. Либо дают вам некорректный вызов. Это то, что люди вас видят какой-то талант. Ну, условно, а ты хорошо танцуешь, выступи там на моем предприятии. Там, да, и давай ты будешь там, не знаю, тамадой у меня там, не тамадой, ну да, тамадой, да, если ты хороший ведущий, например. То есть ты хороший ведущий, ты там хорошо там анекдоты травишь, давай ты у меня там будешь работать в моей компании. Это проекция другого человека, например, для вас является, для ведущего. Однако вы понимаете, корректный вызов или некорректный вызов. Как понять, да, то есть корректный для вас вызов или некорректный. То есть если двоечка не выходит, да, вот наружу, в мир, так скажем, и ее вызывает кто-то, это вот вызов, да, для ее уникальной жизненной цели, для того, чтобы она уникальную жизненную цель свою прожила, то есть поделилась с людьми этой целью. Кстати, как понять, уникальная жизненная цель, такое упражнение я даю на нашем тренинге «Путь к счастью», который называется, который мы запускаем в марте, в конце марта. И вот если этот вызов, соответственно, соотносится с этой уникальной жизненной целью, что позволяет двоечке поделиться, да, этим талантом с миром, да, своей уникальностью, тогда, соответственно, двоечка чувствует себя хорошо, энергично и чувствует такое, ну, опять же, если генератор, то чувствует удовлетворение, да, от процесса, там, если это проектор, то это признание, опять же, она чувствует, да, что признание получила. Если манифестор, она чувствует двоечка, что она влияет на других, и это здорово. Если рефлектор, он чувствует себя здорово, опять же, да, то есть правильно, то есть он как бы счастлив, он удивляется, получает вот это вот отражение, да, вот действительность какой-то. Соответственно, это хорошо. А если наоборот, да, то есть, некорректный вызов произошел, то есть человек, по сути, обусловил меня, то есть ты хорошо это делаешь, ну и что же ты хорошо делаю, это никак с моей жизненной целью не соотносится. В таком случае двоечка начинает видеть вот эти искаженные проекции, и она начинает страдать, которые накладывают на нее люди, я имею в виду другие, она начинает, соответственно, чувствовать себя плохо и уходить в себя, и вот это вот отшельничество еще больше проявляется, она закрывается, в такой комок сжимается и находится в себе, то есть и очень часто, вот опять же говоря, о фрустрации генераторов, так я являюсь манифестирующим генератором, я вам описывала, да, это состояние, когда мне плохо, когда я вижу, да, что я иду по проекциям людей, а они как-то не так, вот что-то не так, да, не соотносится, да, с моей жизненной целью, то я закрываюсь еще больше и впадаю в состояние фрустрации, ну так, как генератор, то есть и вот состояние, да, и все, я пошла там есть, объедаться, потому что я начинаю получать удовлетворение от еды, мужчины там от секса, ну, либо тоже начинают объедаться и так далее, вот, это что касается двоечек, так, какой еще момент не сказала? Все сказала, в принципе, да, то есть если не реализуете, то страдаете, если реализуете, то, соответственно, получаете, исходя из вашего типа, то, что вам свойственно, вот, вот так, друзья, давайте переходим к следующей линии, третьей.